друзья всем здравствуйте всех приветствую у нас сегодня второе февраля как погода-то у нас сколько градусов 8 8 пока а я слушаю вышла или я долгонько стояла сестра приходила как-то это морозненько хорошо ты снег расчищаешь тут у нас сегодня такая красота деревья постелил а постелись ну молодец надо со снегом борется а чё снежок-то вчера не лишь к это присыпала маленько не ну зарядка опять как говорится выйдешь немножко разгребешь но нет вот держу камеру и шрука мерзнет уже ветерок ага как ты сейчас сказал надо выходить ты говоришь сейчас в падеру надо выходить ну люди некоторые метет морозно как будут наши все равно сегодня слезы что-то с утра сестра приходила и передала нам вот такой вот тортик тортик от сестры алины сегодня 2 февраля у алины день рождения так что будем ее поздравлять чаевничать будем за ее здоровье вот я тут достала комбайн хотела овся на блин сделать так что сейчас буду делать овся на блин подожди моя хорошая мама сейчас делает ты моя золотая девочка а 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 Продолжение следует... Какой у нас блинчик. Вот такие у меня тут овсяно-блинчики. Один будет сладенький, другой будет с рыбкой. Здесь у нас будет смузи. Сейчас молока добавлю. Маленечко добавим молочка, меду. Делаю с облепихой, она придает свежесть. Мне очень нравится, вкусненько получается. Добавила немножко меду. Будет вкусно. Будем наши блиночки смазывать и начинку делать. Вчера, девочки, вареники стряпала. Вареники, вареники вишневые. Какие они все-таки вкусные. Девочки делились на телеграме. Тоже можно и с клубникой сделать, можно и сделать со смородиной, с черной. А на Дзене не успела, девочки, выложить ролик. Мне уже там пишут. Я не знаю, у людей вообще нет никакого такта. Девочки, я вот когда в училище училась, у нас были уроки, как сказать, этикета, да? Этикет был, столы накрывали. И вообще много чему учили. И как можно вообще чужому, постороннему человеку как-то люди выражаются. Ну ладно, там как-то не так грубо, конечно, да? Там дурой назвать или еще как-то. Бестолочью могут назвать. Ну, девочки, вы вареников просто что ли не видели? Удивительно. Обычные вареники, да? С вишней. Очень вкусно. Ребятишки с удовольствием едят. Ну, конечно, кому-то, может, и не нравятся такие вареники. Но обычные вареники. А слов, если, девочки, вы не слышали. Я вот сейчас вышла с соседом разговариваю. Он говорит, в падеру, говорит, надо выходить. В падеру. Падера. Бывает. Тоже старое слово. Женщина пишет, что за слово лягу. Вы не слышали, девочки? Песня есть. Заходите в Ютуб, слушайте песни. А я лягу-прилягу. Вот, пожалуйста. Белорусы. Да. Ой, мама любила слушать Себров. Она пела. Все песни наизусть пела. Так, банановый блин. Так. Ой, а себе-то с рыбой или сладкий блинчик-то сделать? Сама не знаю. Саша, а ты овся на блин-то будешь? Ты спать хочешь? Так, что, девочки, если вы чего-то не знаете, чего-то не слышали, у меня все обычное, девочки, все обычное. Слова у меня тоже, кто пишет, необычные. Но это вы просто не слышали этих слов. Заходите, слушайте песни, набирайте старые песни. Там столько в этих песнях различных слов всяких, разных. Песни на украинском, песни на белорусском языке. Сколько всего интересного. У нас тоже пересекаются где-то какие-то моменты. Вот у Саши, например, мы когда начали первое время жить, у него мама разговаривала. У нее тоже, Саша, какой-то акцент, потому что они жили на Украине. Соответственно, много слов каких-то, как сказать, таких, которые я вот слышала вроде в детстве, но они мне знакомы, они мне близки, но я их вроде как первый раз слышу. И глаза у меня на лоб вот так не лезли от этих слов. А сколько у нас, у меня вот мама украинского произношения, да, потому что у нас корни какие. У Саши отец хохол, у меня украинец. У меня тоже отец украинец, у меня бабушка украинка. Так что, чему люди удивляются? Сколько всяких разных можно услышать. Не только в России, да везде. Люди говорят на разных языках, разными словами, различными. У меня мама, когда сюда переехала, в Катайск, работала с одной женщиной, она была белорусская, вроде она была. Баба Зоя-то? Саша? Я не помню. Нет, она не молдаванка? Нет. Нет, конечно. Нет, белорусская, да, белорусская. У нее говор был такой интересный, очень близкий мне, как сказать, вот. Близкий говор, девочки. Я вот смотрела передачи на украинском, допустим, да, у нас раньше не было еще интернета здесь. Я к сестре ходила. Сестра мне говорит, как ты понимаешь? Я, девочки, понимаю украинский язык. Я смотрела передачи, я понимаю. А вот сестра не понимает украинский язык. И слов тоже ей смешно. Вот я вот такие слова не слышала. А я их понимаю, я их чувствую. На генном, наверное, уровне, девочки. Я не знаю, это все передается как-то, наверное, в крови, что ли. Крови, крови. Наша кровь, она намешана. Нету чисто кровных русских людей. У нас вот, у меня у мамы отец молдаванин. Мама, тоже у меня получается смесь. И она всегда все детство, девочки. Я говорю, белорусские песни, молдавские песни. На украинском языке эти песни. Я с детства слышала столько всяких разных слов. Метисы, ну что у меня готовы блинчики. Мой блинчик с рыбой. Так что буду завтракать. Так, это все убирать надо. Так что, девочки, не пишите, не оскорбляйте. И прежде чем писать, нужно самим что-то знать маленько. Я никого не учу, конечно. Девочки, я показываю обычную жизнь, да, показываешь. И люди почему-то принимают, воспринимают так, что я кого-то учу. Никого не учу, девочки. Говорю так, как говорю. Так, как мне нравится разговаривать. Да, есть слова, которые я специально говорю, допустим, да, ну, почему бы и нет. Мы не на уроке русского языка, мы в обычной простой жизни, девочки. И мы не разговариваем на литературном, прям вот, прям, как песня, да, как вы там разговариваете. Вы, пожалуйста, разговаривайте правильно. Но культуру-то свою вы показываете в комментариях. Правильно разговаривайте, учите. А сами можете себе позволить оскорблять человека. Это тоже показывает вашу культуру. Так, а у меня ведь чайничек-то кипит. Мы будем пить кофеек, я хотела сказать. Нет, девочки, я не буду кофеек, я буду. Я буду смюзи, 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 смюзи. Смузи, ну, вы говорите смузи. А мне нравится смюзи. Смузи, девочки, приготовили. И кто пишет специально, ничего специально я не делаю. Я делаю так, как мне нравится. Сладенько-вкусненько. Очень вкусно. И сладкий, блин, хочется. И с рыбкой. Но я сладкий не буду. А буду с рыбкой. Вы, конечно, девочки, наверное, делаете тунец. Там или еще что-то. Но у меня была сайра. Ой, нет, не сайра. Что у меня было, девочки? Что-то было. Какая-то вкуснятина. Ну, а что? Приятного аппетита, кто за столом. Какую кису ей надо? Нежный, мягкий. И очень вкусный. Аэрогриль нужно убрать. Наверное, придется опять на улицу выносить. Пока не пользуюсь, девочки. Пока что я не пользуюсь. Марине тоже не понадобилось. Она говорит, я сделаю, лучше приготовлю духовки. Вот. Так что как-то так. На, сейчас тут убрать все. Постелить свежее полотенчика. Полотенчика, полотенчика. Так. Достать тарелку. У меня здесь рыба. Рыба, 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 рыба. Я хочу сейчас вымыть. Здесь убрать все. Надо будет рыбку почистить. Рыбку-то мы почистим. Так что вот так, в общем. Ну что, девочки. Опять я сказанула. Где-то что-то сумбурно. Потому что, Ева. Только включишься. Боишься включаться, девочки. Вот включусь, как назло. Как будто закон подлости. Ребенок начинает требовать что-то. То мы тетю требуем, то еще что-нибудь. В общем. Так, куда бы мне поставить-то? Какая теснота, какое неудобство. Вот. Заикнулась про этикет. Сказала, столы накрывали. Ну не до дней. Как-то получилось, наверное, опять неправильно. Вот. Ну, просто забыла. Забыла. Вспомнила, что столы накрывают. И как слово называется? Этикет. Да, ну а что, забывается. Порой слова некоторые забывают. У вас такого не бывает? Всякое бывает, девочка. Всякое бывает. Тут все забудешь. Когда ребенок кричит, у тебя мысли не о том. И можно все на свете забыть. Вот правда. Да. Думаешь, и кадры надо сделать, надо снимать. И сейчас включишься, и там вопли. Сейчас вот папа дал ей телефон. Мне надо лучше делами заниматься. Надо заниматься делами. Надо вымыть посуду, убрать. И надо сразу приготовить. Надо помыть. Надо убрать. Все надо. И ребенку надо внимания уделять. Ну, телефон дает отец. Потому что она просит кицу. И если ей не дашь, это будет что-то с чем-то. Вот так. Ну уж. У нас так папа исповарил. Папе бесполезно говорить. Это очень сложно. Я много лет пытаюсь. Пытаюсь, но бесполезно вообще. Ему проще ребенку дать. А я не даю детям. Не даю, у меня не просят. Так что как-то так. Папа только телефон дает. Насчет этикета, девочки. Полотенышко убрать. Стирку надо. Про этикет, девочки. Начала говорить. Когда училась в училище, у нас были уроки этикета. Чему нас там учили? Достаточно было часов. Было много занятий. Как правильно накрывать стол? С какой стороны? Какие приборы? Ну это такие элементарные, конечно. Как принимать правильно гостей? Что можно говорить людям? Что нельзя? Такое вот, знаете, элементарное воспитание, да? Люди элементарного воспитания, видать, не знают. Даже в интернете, девочки, если человек воспитанный, если он имеет какие-то знания, какие-то, как сказать, принципы, никогда и ни за что не будет человек писать гадости. Не будет он писать гадости, выдавая их, якобы, за критику, за свое мнение. Свое мнение нужно держать при себе. Да? Тактично, тактично нужно уметь еще написать. А хамско, по-хамски, да, по-хамски полно, девочки, полно. Вчера некоторых заблокировала, удалила. Как люди хамско пишут? Женщины, взрослые женщины. Я, конечно, это все бесполезно говорю, то, что я говорю, да? Но я просто удивляюсь, удивляюсь, девочки. Да. А когда начинаешь людям говорить, допустим, даже, как сказать, ну, не то, что их языком, да, но их языком не хочется говорить, кто пишет вот такое. Хамло. Абсолютно не хочется. Стараешься как-то это более сказать, да? Не кроешь матом. Хотя на Ютубе, пожалуйста, девочки, прекрасно можно и матом покрыть. Но я стараюсь. Стараюсь вообще, как говорится, не употреблять матерные слова. а я не, не так сказать, ну, бывает, конечно, бывает. У нормальных людей, у нормальных, у обычных людей, девочки, всяко по-разному бывает в жизни. Но я стараюсь не выражаться. Это уже, если меня как надо довести, чтобы я выразилась прям там. так что сама не люблю вот это вот читать, когда люди пишут какие-то такие гадости, прям оскорбления. Зачем через себя это все пропускать? Ну, для чего? Прочитаешь, бывает просто даже начало начнешь читать, уже понимаешь смысл, все, сразу же. Я даже не дочитываю такие комментарии. Надо замечать только хорошее в людях, стараться не осуждать, не оскорблять. Ну, люди далеки, многие, многие далеки от этого, да. Что сделаешь? Так, ну, ладно, девочки, в общем, сейчас я помою посуду, здесь все протру, полотенышко чистое, чистенькое полотенышко постелю. Ну, и рыбу надо почистить сразу, с утра приготовить, сразу, с утреца приготовить. Да. Ну, а если вы, девочки, еще раз повторюсь, если вы каких-то слов не слышали, кто-то мне пишет, пора выйти из деревни, а чем вам деревня не нравится, чем вам не нравится? Знаете, лучше быть деревней, чем бескультурщиной. Строят из себя таких культурных прям, все-то у них идеально, все-то у них замечательно, а такие слова пишут порой, ну, просто удивительно. Культура так и прет из-за всех щелей. Никого не оскорбляла. Кто-то просто воспринимает это какие-то как оскорбления, да, ты учить начинаешь, начинаешь что-то высказывать. Девочки, я нормальным тоном говорю, у меня голос такой, он у меня сам по себе, сам по себе такой, я абсолютно не кричу, сейчас у меня камера стоит метра полтора-два, наверное, вот, и обычный, обычный мой голос, да, я бывает, конечно, на эмоциях прибавляю звук, да, девочки, на эмоциях кто звук не прибавляет, но у вас, девочки, звук убавляется, вы его можете прекрасно убавить, как-то так, вот, так что, я громкоговорящий человек, я не, есть люди тихо говорят, они там шепчут что-то, и ты не понимаешь, что они говорят, я говорю вроде четко, ясно, понятно, некоторые пишут, что я бред несу, абсолютно никакой бред не несу, я говорю, нормальные вещи, здравые, ну, кто-то написал, что у меня обострение, девочки, насчет варенников, показало, что варенники, немножко я их подварила, почему, по какой причине я их подварила, потому что настряпав большое количество варенников, их нужно заморозить, и в комментариях на Дзене, девочки, отвечала, два комментария написала, человек внизу пишет, что у меня обострение, якобы, что я того совсем ку-ку, что я это делаю, ну, знаете, это вы, наверное, с обострением, потому что не понимаете, для чего это делается, ну, для того, чтобы не замораживать, большое количество варенников, потому что негде замораживать, морозилки у меня полные, на улице у нас вчера было тепленько, ну, вытащишь на улицу, и что там будет стоять, киснуть, конечно, я подварила в кастрюльке маленькой, слегка подварила, промыла под холодной проточной водой в дуршлаге, я это тоже не от себя взяла, придумала, вот, я это видела, так делают, соответственно, в морозильной камере, девочки, отварные варенники, чуть-чуть отварные, да, потом ты их достаешь, места меньше будут занимать, ты их потом достаешь и варишь, ничего страшного в этом нет, вареники у меня большие, крупные вареники и должны быть большими, большие вареники еще больше делают, вообще как пироги, так что как-то так, девочки, вот, если вы этого не знали, ну, это ваши, как говорится, проблемы, я тоже когда-то такое не видела, поувидела и решила так сделать, а почему нет, кто-то тоже может, какая-то женщина пишет, ну, что, кто-то тоже хочет повторить, да, вареники постряпать, а другая пишет, вы за этой дурной бабой повторять будете, в чем моя дурь, в чем моя дурь, что я настряпала вареников и подварила, и положила их в морозилку, ну, эта дурь-то у вас в голове, девочки, не надо мне писать, что я кого-то оскорбила, вот эти люди, которые пишут такие комментарии, я отвечаю на них, на себя-то не принимайте, нормальные и обычные люди понимают, ну, а некоторые на себя вот это все начинают как-то принимать, оскорбляться, никто вас не оскорбляет, вы себе позволяете писать вот эти комментарии, кстати, не хотела говорить, а сейчас что-то понесло, девочки, так, ну, не позволяйте, девочки, себе оскорблять, я уже говорила, я очень сильно таких выражающихся дам заблокировала, ну, ненадолго, конечно, ну, надеюсь, что вы там и останетесь, но все равно оставила людей, которые более-менее, ну, что-то тоже тут некоторых проперла, проперла, выперла, так скажу, грубенько, вот, так что, так что вот так, девочки, так, ладно, буду сейчас это все убирать, надо унести вот это все в стирку, сейчас тут протереть и постелить, вот, рыбку почистила, лучок почистила, у нас тут рыба в духовке, рыба, 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 горбуша оставалась, говорю, надо съедать, в морозилке надо выедать, а то будет, будет опять остаток и будем выбрасывать, вот, вчера, девочки, во вчерашнем ролике сказала про юг, и тут вот некоторые написали мне, что, ну, что я не имею представления, что такое юг, девочки, если у человека фантазия, как говорится, работает, представить несложно, я смотрю блогеров, которые живут на юге, и вижу, вижу, девочки, все я прекрасно вижу, и случай, написали, вот, я сказала про ротовирус, ой, там написали некоторые, что я сочиняю, что я сочиняю, в прошлом, нет, в позапрошлом, не знаю, девочки, в каком году, но время так летит быстро, может, год назад, или когда, случай серьезный был, девочка подцепила ротовирус, я эту историю смотрела в ютубе, и она, в общем, умерла, тяжелейший был ротовирус, и на юге дети постоянно с ротовирусом, приезжие, я вот смотрю одну, одного блогера, давно, много лет смотрю, она говорит, мы местные, в Сочи они живут, мы, говорит, сезон, не выходим на море, почему, потому что очень много народу, приезжие люди, пляж загажен, она показывала все это, толпы народа, толпы, я, девочки, видела, смотрю, как люди отдыхают, имею представление, и, во-первых, я же говорила, говорила насчет того, что мы не миллионеры, это свозить детей на юг, да, в Петербург, плюс учеба, плюс оплаты, ну, странные люди, понятно, что, как говорится, надо стремиться, да, были бы деньги, с удовольствием, и, может быть, мы выбрали место, какое-то такое, более подходящее, да, время, и мы бы съездили, может быть, когда-то мы съездим, не знаю, девочки, но выбирать между югом и в Петербург к сыну, конечно, я выберу в Петербург к сыночку, к своему любимому, вот, Петербург, красивый город, вот, сказала, девочки, тогда, да, что у меня не было таких прям эмоций, прям, как, больших, да, эмоций не было, я не знаю, люди приезжают, кстати, когда у тебя появляются такие эмоции на камеру, люди пишут, что ты дикарь, дикарь, когда человек проявляет эмоции, да, у меня не было прям таких, прям, сильных эмоций, ну, Петербург и Петербург, да, город красивый, да, мы ездили на Ладожское озеро, девочки, там дух захватывает, там такая атмосфера, да, история, прочее, все, кто-то писал, ты даже историю не знаешь, много чего я, девочки, знаю, зачем я здесь буду вам говорить об этом, там, рассуждать, порой включишься, вот так вот, начинаешь заикаться, такого наговоришь, потому что торопишься, где-то, что-то, как-то, вот, потому что, сейчас вот, ладно, она там занимается, в телефоне, но надо внимание ребенку уделять, мне уже сейчас надо отправить рыбу в духовку, и все, я уже здесь, можно сказать, пока закончила, закончила, нет, еще не закончила, хотела картошки начистить, поставить пюре варить, так что, на обед у нас сегодня будет просто, легко и просто, рыбка, рыбонька, сейчас я ее помою еще раз, я ее промыла хорошенько, но еще раз я мою, потому что режешь как-то, все равно не то, не все, так что, я думаю, девочки, понятно, да, писать, писать, ну, конечно, если человек пишет, более-менее, как бы, тактично, конечно, я такие комментарии, не отрицаю, читаю, читаю все комментарии, девочки, но порой, вот, когда просто не пишут, большие, и когда оскорбления, маты, я такое начинаю только читать, и сразу удаляю, с матом, с оскорблениями, старайтесь не писать, так, это мы сейчас вымоем, картошку надо почистить, на пюре, сразу, сразу же, сразу же, все, вот, а раз начала, девочки, здесь вот, по комментариям, в этом ролике, сейчас вспомнила, так поставила камеру, про трубы газовые, кто-то усердно писал мне, про газовые трубы, вот тюль-то теперь хорошо, а не мешало бы задуматься с трубами, проблему решить, я удивляюсь, девочки, до труб уже докопались, до труб, газовая колонка, от газовой колонки, разводка в плите, здесь труба мне не мешает, абсолютно, ну, понятно, что визуально, может быть, как-то не очень, да, но ничего не сделаешь, как сделали, по проекту, здесь делалось не нами, мы здесь не делали, здесь делали прежние хозяева, соответственно, они тоже проект не составляли, составляют проект, проектировщик, и как он сделает, это уже, как говорится, на его усмотрение, на возможности в доме, так что, так что как-то так, девочки, так что забудьте про трубы, и еще вот тоже комментарии, комментарии, комментарии такие, да, были, сейчас как-то реже встречаются, но все равно, встречаются такие, они пишутся по-другому немножко, здесь комментарии, чем ты только занимаешься дома, что ребенком прикрывались, а некоторые пишут, что лентяйка, но это одно и то же, в принципе, да, прикрылась ребенком, лентяйка, значит, девочки, у нас достаточно, у женщины, работы домашней, я не знаю, девчонки, чем вы занимаетесь, пишите, я понимаю, здесь пишет взрослая женщина, у нее уже нет детей, у нее может быть квартира, как говорится, там, раз-два и обчелся, да, что там в квартире делать, а тем более, если один порядок навел, и отлично, и замечательно, девочки, а здесь, увы, порой некоторые дела делаются по 10 раз, когда ребенок играет, игрушки за собой не собирает, маленькие дети не всегда хотят собирать игрушки, если вы не знали, если вы забыли, ну, дети-то же у вас идеальные, они у вас сразу все с рождения умели делать, а здесь нет, девочки, здесь вот, я вот сейчас все еще на кухне, потому что, пока я мыло убирала, плиту вам немножко, это, обшоркнуло, надо бы ее, конечно, капитально помыть, но прям, времени нет, я говорю, надо почистить картошку поскорее, потому что, Ева сидит в телефоне, а мне это ох, как не нравится, а вариантов у меня нет, потому что, кто-то написал, другие игры есть, да, есть другие игры, но они ей неинтересны, они, они ей неинтересны, потому что она уже знает, что такое телефон, и она умеет, умеет, девочки уже манипулировать, умеет выпрашивать, да, она знает, у кого это сделать, папа, папа, добрая душа, я уже говорила, что это бесполезно, ну, папа уже, как говорится, исповадил, уже все, уже такие слезы бывают, что ребенок просто в истерике, и ты, ну, просто он сдается, он дает, я говорю, я не знаю, ты сам виноват, потому что, когда я говорила, что не надо давать, а я говорила, серьезно, жестко говорила, меня не слышали, ну, бесполезно, ну, вот так вот, у нас, разные, ведения, на воспитание, каждый же по-своему детей воспитывает, кто-то дает телефоны, но немножко подрастет, потому что у нас Росматвейка, и точно так же все это было, и горы чупа-чупсов, и телефоны, и прочее, все, и борьба мамы с папой, за нормальное воспитание, вот, ну, что сделаешь, ничего не сделаешь, девочки, как есть, так есть, Матвейка сейчас становится постарше, соответственно, уже это все уходит, и уже телефоны, слезами не выпрашивает, уже ребенок начинает понимать, что это плохо, что хорошо, что плохо, девочки, так что как-то так, вот такие дела, а насчет дел домашних, ну, прикрылась, села, а ребенку не надо внимания уделять, вот странные, мне интересно, вот эти женщины, которые уже не имеющие детей, дети уже выросли, вылетели из гнезда, они остались одни, они пишут вот этот бред, прикрылась ребенком, как можно ребенком прикрыться, когда у вас есть дети, вы обязаны уделять детям внимание, это не раньше, раньше девочки воспитание, какое было, я уже говорила об этом, все воспитывались одинаково, можно сказать, плюс-минус, да, в советское время, родители работали, дети были, сами себе предоставлены, большинство детей, у некоторых родителей работали на двух работах, и, соответственно, дети своих родителей практически не видели, вот так вот, и большая часть домашних обязанностей лежала на детских плечиках, и кто пишет, что дети успеют наработаются, дети успеют то, дети успеют это, в виде игры, вот как я занимаюсь с ребятишками, да, у них есть желание, они сами этого хотят, а они хотят, допустим, мне помочь, я вчера занималась стрепней этой, стрепней вареников, Ева прибежала, и вот ей надо, почему я должна ребенка прогонять, ну-ка иди отсюда что ли, нет, конечно, садись давай, доча, бери скалку, помогай маме, вот, так что как-то так, сейчас, конечно, попроще, сейчас мамы, многие могут сидеть дома, много удаленно, работы, возможности есть, заработать, а раньше, конечно, раньше было и строго, ходить надо на работу, обязательно, обязательно, а сейчас, слава Богу, слава Богу, девочки, да, больше внимания ребенку можно уделить, конечно, хотя вот у меня, получается, что я вот с утра, с утра занимаюсь вот такими домашними делами, и внимания ребенку я пока еще нисколько не уделила, я сейчас с этим закончу, и буду заниматься с Евочкой, да, между делом, между играми с ребенком я буду делать какие-то домашние дела, потому что эти дела никогда не заканчиваются, кому я рассказываю, у кого маленькие дети, те понимают, некоторые вообще ничего не успевают с малышами, я это прекрасно знаю, потому что и не приготовить ничего, ребенок с рук не слазит, не потому что, как раньше, да, не приучай, у меня когда родилась Мариночка, не приучай к рукам, да что значит не приучай, девочки, кто это вообще придумал, не приучать ребенка к рукам, ребенок должен чувствовать материнские руки, материнское тепло, с рождения, и вот этот вот бред, то что раньше говорили, не надо ребенка приучать к рукам, приходит время, приходит время, девочки, оно быстро пролетает, и ребенок сам уже потом в какой-то период уже не прибежит к тебе на ручки, он уже будет больше заниматься какими-то играми, в садик, например, ходить, да, вот если ребенок в садике, ты его меньше видишь, ты ему меньше внимания уделяешь, соответственно, ребенок меньше, меньше, как сказать, меньше обласкан, да, где-то днем, допустим, от Эйка дома, праздники выходные, и пообнимались, и поиграли вместе, и погулять сходили, а ребенок в садике, все, больше, конечно, у мамы руки развязаны, мама больше дел делает, везде плюсы, везде минусы, как-то так, девочки, так, я думаю, все понятно, закончу этот ролик, потому что, получился он у меня большой, огромное спасибо, что были со мной, послушали до конца, если послушали, потому что я всегда бред несу, так что, девочки, спасибо вам, пишите, да, я прошу писать комментарии, всегда прошу, адекватные, нормальные, не оскорбляющие меня, не оскорбляющие моих детей, и не оскорбляющие подписчиков, и между собой собачиться, и тоже какие-то там, писать оскорбления, тоже этого делать не стоит, нужно все равно стараться, а то мне пишут обострение, а я так понимаю, обострение у людей, которые сидели, молчали, молчали, потом раз, и начинают выплескивать, одних заблокируешь, другие вылазят, и начинают выплескивать, гадости, писать, взрослые женщины пишут, ну, я не то сделала, не так сделала, вы по-другому делаете, я делаю так, как я считаю нужным, для своей семьи, для себя, для своей семьи, как лучше, так что, девочки, будьте добрее, я желаю вам добра, я желаю вам всего доброго, и пока-пока, сейчас картошки-то поставим варить, рыбки-то наготовим, наготовит нам духовочка, и супчик поставим, рассольничек, вкусненький, а вот, так что, как-то так, пока-пока, девочки, пока-пока, дорогие,